Сегодня, вот сейчас, я буду высвобождать на вас апостольские полномочия и пророческие на всех. Что такое полномочия? Это когда ты получаешь корочку, да, какую-то, и ты получаешь доступ в какие-то сферы, и я буду высвобождать на вас эти апостольские полномочия и волны. Ну, я плохой актер, конечно. Могу еще, знаете, что высвобождать? Какой-нибудь экономический прорыв, могу сказать, на всех. Ну, чтобы вас завалило деньгами конкретно. Вместе с апостольскими полномочиями и пророческими тоже. Мы будем шоу-то очень мелочиться. Стрелять, так стрелять. Не, могу еще, конечно, в принципе, в священство, по чинамил Хисадека, всех вместить. За руку. Ну, на самом деле, это туфта все, да? Никто этого делать не может. Даже самый мощный апостол. Какой-то на серьезе не получил. Я не могу просто, я Господь сказал, как сделать, а я, я думаю, играю долго, очень сложно. Когда вы такое слышите, что сейчас мы куда-то все вместе зайдем, пойдем, сейчас мы все в пророческом, в апостольском, это все разводня. Это, знаете, как для приезжих, разводня для приезжих на конференцию людей. Потому что никто в апостольство, ему нельзя попасть за то, что кто-то помолится на тебя. И в пророчество нельзя попасть. Это полномочия, я, у меня нет права их никому раздавать, эти полномочия. Полномочия дает бесход. И молились они вместе, и постились, и сказал Дух Святой, «Отделите мне Варнаву и Сауну». Вот кто решал. Павел говорит, я апостоль, получил апостольство, не через человека, и непосредственно человека, но от Господа. Полномочия, вы понимаете, в чем, вот почему многие сферы от нас закрыты, у нас нету полномочий туда входить. Потому что есть люди, которые имеют доступ в такие сферы духовного мира, где они уполномочены высвобождают, в том числе, экономические вещи, восполнение. У них есть право это делать, им это право дал Господь. А почему он кому-то дал, а кому-то, почему у них есть полномочия, и ангелы его слушают, а другой орет, кричит, а его не слышит никто, кроме соседей. И кричат, да, заткнись уже, нету нам никого. Даже соседи не верят, то, что ты говоришь. В общем, почему у них есть один человек, человека с полномочиями, у него есть власть в слове. Иисус учил, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Говоря те же слова, я не думаю, что Иисус орал, я не думаю, что Иисус в такой харизматической манере проповедовал. Вы здесь! Мне кажется, он был вполне уравновешенным человеком, но в его словах была власть. Это то, что было каким-то образом заметно всем людям. Он учит, как власть, это полномочия Божьей. Так вот, почему один учит, как власть имеющий, а другой вроде тоже взял правильную информацию, но оно не имеет веса, оно как пыль, как пустота. И ты вот душами слышишь, и он так все хорошо говорит, но это не доходит. Потому что, когда говорит человек уполномоченный, он как вбивает поле только внутрь тебя через слово. сваи забиваются, и это слово остается в тебе навсегда. Как рэма во вклад. Потому что полномочия, они приходят только по мере роста. Вот кто растет духовно, тот входит в большие полномочия. Как бы я сильно не хотел, я никому из вас не могу передать никаких полномочий посредством еле помазания, молитвы. Посмотрите, Бог помазал, вспоминали про Тота Бентли, помазал его и в Лейкмане было прохождение. Я не сильно следил тогда, но даже не сильно следя, ты не мог не слышать, что там происходило. когда были чудеса, Божья слава, Божьи знамения, покаяние огромного, то есть это было настоящее пробуждение, но потом явились братья, советами Руки, все авторитетные поруки прошли и рукоположили его на апостола и он упал. Очень быстро все закончилось. То есть очень это такой это знаете было как сказать это все равно что я сейчас описываюсь у вас на глазах ну такой совсем уже позор то есть вот это что было на весь мир ромыхнуть так показать что делает Бог и что делает человек какие плоды у того что делает Бог и какие плоды у того что делают хорошие с хорошими намерениями то есть не нужно было я конечно не знаю всех нюансов но я думаю это то что послужило помогло упасть и пошло по всему миру поэтому полномочия дает Господь полномоченный Господь апостольство мы получаем от Господа то есть мы входим в полномочия не из-за того что сейчас к нам приехал такой мощный он сейчас всех нас введет вот в какой-то знаете это липовые полномочия я могу раздать вам всем липовые документы фсб корочки они в кориконе продаются в каждом фсб написано или еще же церковь даже могу посмеяться мы думаем да я же как апостол там огого буду там вышел в горы а ну как дух над краснодаром пошел тишина какая потому что тебя не слушают этот дух даже посмеяться не может на человеку не слышит на радарах нет не существует полномочия приходят по мере роста их нельзя получить по чьей-то молитве или вот чему-то подобному сейчас мы будем высвобождать вот какой-то там дух пророческого служения все кто хотят или там будем высвобождать экономический прорыв с чего вдруг да с чего кто это такой разрешил всем прямо до одного высвободи экономический прорыв это убьет половину людей этот экономический прорыв это что глупость безумия просто у людей которые это делают то же самое если мы сейчас всех я вас в апостольство посвящу половина помрет уже через неделю Николай скажет вы больше не приезжайте сюда полцеркви выкрасила потому что человека а если сейчас нас вот я знаю меня взять и поместить в атмосферу в которой жил апостол павел я сгорю там очень быстро мгновенно от чего сгорю психологически сгорю я не то что физически бью больно хотя бы можно вытерпить но психологически и морально просто человек сгорит он не может жить и ходить в этом огне без полномочий который дал Господь а Господь туда вводит по мере роста поэтому люди смотрят иногда так мне такое помазание как у Боба Джон помни вот этот я принял матью Боба Джонса с чего вдруг кто это придумал зачем такую глупость разносить как ты можешь принять служение Боба Джонса оно только для Боба Джонса было он единственный неповторимый который Господь взрастил приготовил и мы на него смотрели ну кто-то на него смотрел вау хороший уровень пророчества хочу и я такое сейчас я возьму и стану таким глупость полная человек 50 лет может к этому готовился а я хочу за 5 минут на конференции получить чью-то манчу один говорит ну я вот эти показательно с одним говорю я уже манчу и того получил и того и того хожу как дурак с этими манчами не помогает не работает что мне обмотался уже весит манчами а толку нету даже таракатов не могу изгнать из дома каких-то ритеральных духов речь у меня папа так говорил когда брыли заводились но разговаривается с ними на столе мы ползаем он говорит вы божье творение я царь если не уберетесь молотова я начну вас убивать я сейчас вот так вот вы не слушали если есть власть но практикуйте на тараканах на мышах на полках на тараканушках если они нас не слушаются князья духовного мира то есть только возрастая можно входить в большие полномочия иначе нас погубят эти полномочия если мы не растем что значит возрастать это работать надо над этим это не происходит лежа на диване и слушая проповеди на ютубе только проповеди помогают но это не происходит ничего не делая надо работать что это слово вникай в себя и учения молитва постоянно онлайн с Богом посвящение смирение как бы ты идешь в служение и ты готов смиряться потому что тебе скажут Сережа стань с первого ряда сядь на последний это тоже момент когда мы можем возрасти в характер Христа а можем сказать не я не буду я лучше всех я красивее тех кто сидит за почему я должен туда идти вы первые и не вторые крест несет духовный рост переживая крест когда наступаешь себе на горло потому что Ишов пошел на крест добровольно его насильно туда помните когда он сказали ему пришли арестовали кого ищите Иисуса вот они все упали воины первосвященники он показал им ребята вы меня не терете я отдаюсь сам ему даже сражаться не надо махать руками он просто сказал вот и они пошлепались от славы от откровения в дом и затем он потом говорит вот я сам отдаю себя в прошлом ты говорит помните пилат ты давно бы никакой не имел власти если бы тебе не было дано поэтому конечно в духовной войне в посвящении в жертвенности вот и мы растем а для этого нужен дом божий где нам очень помогают люди служители братья сестры неудобные тоже помогают нам расти жены помогают мужьям мужья помогают жены активно как никто возрастает и по вере тому как мы растем мы начинаем входить в полновочия Господь открывает для нас сферы которые были недоступны раньше поэтому кто смотрит на Дебору на Криковского говорит вау ребята в духе там так летают двигаются перемещение в духе самая популярная пробка Криковского у нас на ютубе перемещение в духе почему-то всем хочется перемещаться в духе там какое-то количество 20-30 тысяч просмотров и я понимаю что вот это люди хотят этого никто не хочет смотреть про крест на 23-30 тысяч просмотров а перемещаться в духе хочется и мне кажется что если Дима я поеду на школу и Дима неделю меня поучит и потом еще благо помолится с возложением рук и если я еще даже что-то урву у него фоточку или еще все я буду летать как вот видеть ангелов демонов царство подводное небесное то есть знаете для человека я думаю что третье небо что тридесятое государство там давай я тоже хочу что там надо сделать а так не бывает Дима этого готовил с детства у него были проблемы с духовным миром бесы приходили он их видел они его мучили он много чем занимался с ними то есть он прошел тяжелую школу чтобы сейчас войти в служение и а как без этого без этого не будет этих полномочек поэтому никто никогда не повторит пути Бога Джонса или Дмитрия Клюковского мы более того Бог от нас не ждет чтобы мы делали так же как делали Кузьмин Крыковский Деборов или еще что-то он хочет чтобы Сережа Куценко жил и служил никому не уподавляясь ты какую фамилию хочешь счастливый да у нас семья в нашей все сменили фамилию взяли фамилию славные Евгений славный Анна славная тогда это дочка слава славная слава славная это смелый шаг они реально поменяли все документы Тимофей славный изменяя судьбу своего рода как вам такое потому что имя это в нашей востоке имя очень много значит если мы читаем фамилии я считаю плохие фамилии надо менять был один лидер прославления на Украине уверовала фамилия сатанин ну как жить как сатанин он взялся для любовь у нас был лидер домашних грудков но у нас этот был Дмитрий масон пастор церкви ну какие-то фамилии можно поменять по откровению но это не так важно смотрите заканчиваем есть момент а кто говорит а вот же рукополагают кого-то на свяжение рукополагают на апостолов рукополагают на пророков вы встречали такого ну то есть бывает такое когда Господь отмечает человека публично но это значит что он уже дорос если же я беру на себя самонадеянно функцию рукополагать в апостолов и пророки я подставляю людей подставляю или кидаю людей грубо говоря и за это будет спрос безусловно нету такой я могу рукополагать не потому что мы посовещались и я решил или в принципе Сережа неплохо в роли пастора смотрелся и мы вдруг прикинули ну да других кандидатов нет давайте ему рукоположим вот это и есть самовольное служение но когда человек возрастает зреет проходит какие-то этапы и Господь говорит готов готов вот сейчас готов и он говорит Николаю Юрию Олегу есть свидетельство мы общаемся Сережу там рукоположить благословить но это не потому что мы его туда втянули он уже там он уже там пред Богом просто Господь отмечает его это вот понимаете это нету такого штампованного апостольства что мы сейчас будем штамповать апостолов одного за одним у нас при Украине забирали в армию когда верующих и в одной церкви в Александрии большая церковь там была операторская команда ну вот эти которые занимались звуком и видео и они молодые их в армию забирали и пастор говорит ну мне сказали что дьяконов забираем а кого не забираем епископ он говорит пишите что они епископы они мне нужны в служении и сделали епископы вот иногда такая формальность такая ты смотришь иногда на немедленно пасторов которых поставили а они стоят как я сюда попал у нас пасторы в Симферополе были говорили да меня просто сюда направили я не получал никаких откровений у меня не было просто по разнарядке закончил юбилейскую школу едет открывать церковь говорит а мне это не мое мне трудно мне не хочется я без радости но мне там старшие скажут что ты должен поднять церковь это не наш путь лучше когда ты входишь в свое ты будешь это делать с радостью совершенно бесплатно даже платить за это будешь только этим заниматься то есть вот это есть твое это мёд молоко и мёд даже хотя там тяжело больно неприятно но ты получаешь от этого огромный буст внутренний а когда это не твое это как лямб бурлак тянет пастор один мне сказал пастор если бы ты знал как мне все надоело церковь бога просто я ему на служение если заставляю идти на служение проповедовать но я ничего не могу сменить я запишу уже на церковь вся моя жизнь зависит я не могу уйти и все ничего нет ну как жить вот такие есть пастора которые тянут лямб как бурлаки но у них нет радости от этого в жизни так заканчиваем по мере получения полномочий бог открывает новые сферы для священодействия и оказания влияния самый легкий способ проверить свой уровень духовного влияния начните канал на ютуб ютуб очень честная площадка там никто тебе лицемерить не будет там скажут все кто ты есть напишут только не закрывайте комментарии вы узнаете столько интересного и хорошего и нехорошего всякого но знаете что будет если уровня нет никто ничего не будет писать этого не касается ни агрессии не вызывает ни радости не бой поэтому когда человек говорит у меня такой призвание у меня в церкви не дают мне никак не дают подняться мне не дают пастор душит меня я слышу пастор душит не дает развиться зайди на ютуб зарегистрируйся стоить ноль копейки начни снимай себя на телефон выдавай слово откровения что тебе душит не дают делать в церкви 20 человек а там миллионы и если это божья оно найдет свят путь люди начнут получать влияние через это это замечательно сейчас такая есть возможность служить божьему народу через интернет из дома с вами выходя и если в этом есть соль оно будет востребовано если же ну ты так попробовал посмотрел ну пока еще возрастает еще возрастает знаете замечательно но надо возрастать ты прекрасен красив потенциальный пастор ну что расти еще надо потерпеть но когда мы растем открываются сферы для влияния многие сферы они закрыты от нас Богом чтобы мы не полезли в них без полномочий потому что это очень печально если взять допустим меня поставить в ту сферу где я не упал очень Богу да я опозорюсь я все растеряю у нас знаете такой был в команде американский футбол перед игрой надо настроиться очень важен настрой настрой должен быть такой агрессия убивать убивать вот мы стоем там ну толпа перед этим и как-то то есть авторитетный человек должен этим заниматься то есть выходит игрок авторитетный который все уважают и он начинает говорить то есть проповедовать его говорят кредоя и когда это говорит человек авторитетный аж ну аж мурашки по телу ну то есть ты заряжаешься ну как-то помнят доверие человеку говорить который ну не очень хороший игрок болтливый просто но его не уважает никто это так смешно он там надрывается а внутри смеяться хочется просто не то что настрой а какой-то антинастрой идет то есть когда нету полномочий нету влияния это выглядит смешно ну и конечно никакого результата этого нет так может он себя просто почувствовал лучше вот почему далеко не каждому дано воевать с начальственными властями на это надо иметь полномочия не может просто человек без полномочий бросать им вызов не дано не долетит то есть вот стрела пущена она не долетает они намного выше сидят или там знаете если у меня там это пневматический пистолетик и я на танк пошел шариками ну там ворожком можно подстрелить потику больно сделать мартовскому но против танка надо другой калибр а калибр по мере роста приходит итак слово молитва жертва общение общение это тоже то что где мы растем кстати это такая немножко недооцененная просто есть общение в негативном болтовня да 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 пометить это спор христианин не о чем поговорить но когда мы общаемся в духе святом мы служим друг другу делимся переживаниями какие-то личные вещи в этом мы тоже растем аминь аминь то есть вот не ведитесь никогда когда вы слышите что сейчас мы вас сделаем пророками сейчас мы войдем все в апостоле сейчас мы войдем в сферы духовного мира где Дмитрий Крюковский там ну образно говоря сейчас да вы все получите мантию мелки седека подставляйте головы но деньги не забудьте приемы в начале деньги и утром мантия вечером вечером и утром мантия первосвященника как правило все эти ребята они палятся на деньгах вот думаешь все так хорошо звучит все подвох а потом это все подводится а теперь побои лучше сначала а потом я вам дам что хотите что хотите любой мантию кем ты хочешь быть на заначах у меня все мантии есть столько говорится по серфу больше пожарбуюсь по серьезному понимаете и вот этот бизнес мавилонский он конечно процветает поэтому не ведитесь никогда не ведитесь никто из вас не попадет в эти сферы если вы не растете а чтобы расти нужно работать над собой это труд это труд как физически вот есть брат спортсмен нету такого что он за кого-то повалился и человек физически начал там штангу поднимать сразу не бывает такого я могу навешать знаете я помню что такое вот было упражнение психологически надо есть кто занимался тяжелые вот эти веса есть страх перед весом психологический страх то есть ты можешь его поднять но ты боишься его и не поднимаешь и не поднимаешь ну как берешь штангу сейчас меня задавит она задавливает поэтому есть такой тренинг когда тут разные упражнения ты держишь огромный вес ты ничего с ним не делал ты просто должен почувствовать что ты можешь его держать на плечах например штангу ты не чунешь никаких упражнений просто или в специальных резинках мы делали этот джим то есть резинки помогают поднять больше веса ты психологически перешагиваешь страх так вот может такое где такое это не значит что я взял и сделал отрастающего слишком большой вес он может просто раздавить человека